Здравствуйте! В эфире субботная информационная программа «Вести Карачаева Черкесия» в студии Мураджан Кёзов. Карачаева Черкесия – один из победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды, итоги которого были подведены во Владивостоке. Вауреатом форума «Развитие малых городов и исторических поселений» стал «Малый пруд» в парке культуры и отдыха «Зелёный остров». О том, как удалось достичь успеха, Артур Махце. Одна из главных достопримечательностей Карачаева Черкесии и региональной столицы – снова в числе лауреатов Всероссийского конкурса. Ранее «Зелёный остров» становился обладателем престижной награды как лучший парк развлечений. И вот новый успех. Победителем стал один проект – город Черкесск. Друзья, давайте аплодируем город Черкесск, проект «Малый пруд» в парке культуры и отдыха «Зелёный остров». Малый пруд в парке «Зелёный остров» – единственный проект, который был представлен от Карачаева Черкесии. И благодаря работе большой команды людей удалось добиться главного – появилась возможность реализовать задуманное. При проектировании учтены все нюансы, приняты к сведению ряд пожеланий от населения, которое активно голосовало за поданную Минстрой России заявку, что также сыграло в итоге немаловажную роль. Сейчас есть возможность решить это не только силами мэрии и местного бюджета муниципального, но привлечь федеральную субсидию в размере более 100 миллионов рублей и благоустроить не только лестницу, но и территорию вокруг Малого пруда. Она очень востребована, как мы видим, большое количество мероприятий здесь проходит. Вот этот инструмент, который у нас сейчас есть, это конкурс Минстроя, это хорошая возможность исправить сложившуюся ситуацию. На благоустройство новой территории и средств федерального бюджета будут выделены более 105 миллионов рублей. Остальное, то есть около 40% – средства из регионального и муниципального бюджетов. Проектом предусмотрены обустройства пирсов, водные экскурсии по каналам, соединяющим Большой и Малый пруды, строительство веревочного парка, открытие детской игровой тропы, установка уличного освещения и многое другое. Разумеется, не будет оставлен без внимания и спуск в парк со стороны улицы Розы-Люксембург. Как отметил глава Карачаева-Черкесии Рашид Тимризов, принципиально важно оставить территорию зеленой, живой и цветущей. Артур Мхцеп, Вести, Карачаево-Черкесия. Партнерство как эффективный инструмент развития бизнеса и образования. В республике подписали соглашение о сотрудничестве участников образовательного производственного кластера в отрасли туризма и услуг. Кто стал членом продуктивного партнерства, расскажет Фатима Даурова. Колледж индустрии питания, туризма и сервиса стал грантообладателем по программе государственной поддержки развития образовательных кластеров среднего профессионального образования в рамках федерального проекта «Профессионалитет» в размере 70 миллионов рублей. Реализация гранта стала возможным благодаря поддержке правительства республики и министерства образования, представителей пяти предприятий-партнеров, предлагающих услуги работодателей, а также пяти образовательных организаций среднего профессионального образования. Поскольку в гранте у нас сегодня и в кластере принимают участие 10 организаций-партнеров, мы говорим о сетевом взаимодействии, которое позволит нам реализовать и дать определенный толчок отрасли туризма и сферы создания услуг на территории нашего субъекта. Кластер создается для развития кадрового потенциала в отрасли туризма и сферы услуг. Повышение уровня трудоустройства выпускников среднего профобразования, а также привлечение работодателей к подготовке кадров путем обучения на базе своих организаций с учетом перспективных потребностей. Я говорю как человек, который занимается производством. Найти квалифицированных сотрудников на сегодняшний день – огромнейшая проблема. Да, в течение четырех с лишним лет мы сейчас сами пытаемся закрывать эту брешку, но с созданием вот такого кластера – это, конечно же, будет просто вот огромнейшее подспорье нам, как людям, которые занимаются этим бизнесом. Плюс научить ребят поднимать золото, по которому мы ходим – это наша вот как бы основная всегда обязанность. В этом случае работодатели будут являться не то что наблюдателями, но и организаторами проведения чемпионатов профессионального мастерства, демонстрационных экзаменов. И по многим-многим другим вопросам они должны сотрудничать друг с другом для того, чтобы сегодня готовить высоко квалифицированных, востребованных экономикой нашей республики, и конкурентоспособных специалистов и рабочих кадров. И именно создание вот этого центра образовательного кластера является основой для реализации вот этих всех задач. От активного взаимодействия представителей всех сторон сегодняшнего соглашения выиграют туристы, которые будут довольны не только красивыми видами Карачаева-Черкесии, но и с качеством оказываемых туристических услуг. Фатима Доурова, Анастасия Лой, Вести, Карачаево-Черкесия. В малом зале Дома правительства состоялась защита конкурсных работ. Грантовый конкурс провели среди муниципальных образований региона на лучшую организацию антинаркотической работы в подростково-молодежной среде. Целями организации мероприятия являются противодействие распространения наркотических средств среди молодежи, профилактика наркозависимости и популяризация культуры безопасности в молодежной среде. С приветственным словом к участникам гранта обратился министр по делам молодежи Карачаева-Черкесии Ибрагим Татаркулов. Сейчас о погоде на выходные. После продолжим выпуск. Субтитры подогнал «Симон» На базе лагеря «Лесной» в Прикубанском районе открылась лагерная смена для детей и участников СВО. На протяжении двух недель с детьми будут работать психологи. Мероприятие прошло в рамках реализации грантового проекта «Академия детства». Подробности у Али Баташева. Больше эмоций, счастья, радости, больше знакомств, веселья. Счастливым и радостным хотят видеть лето большинство мальчишек и девчонок. Лагерная смена, в которую попала Аделина Тахчукова, насчитывает порядка ста детей и участников СВО. В лагере «Лесной» царит веселое оживление. Пока одни играют в теннис, другие резвятся на свежем воздухе или занимаются другими делами. В установленный час дружная компания встречается за столом. Мне нравятся игры, которые тут проводят, разговоры с психологами, завтраки, обеды, ужины. Все здесь нравится. Мне нравятся сами воспитатели и вожатые. Общение с психологами является особенностью этой лагерной смены. Оно осуществляется в разных формах. Все зависит от каждого конкретного случая, считает клинический психолог Зульфия Чекуева. Перед нами стояла главная задача не переутомлять детей, не перегружать психологическими знаниями, упражнениями и так далее. Сделать это так в комфортном, легком режиме, чтобы была большая польза. И самая главная задача наша была найти уязвимые зоны, с которыми мы начали уже работать. И вооружить детей навыками стрессоустойчивости, которые они смогут применять в жизни сами и смогут делиться ими с другими. В программе у нас есть индивидуальные встречи с детьми, которые требуют особого внимания, скажем так. И также у нас есть групповая работа. Это в качестве тренинга, в качестве бесед. Различные виды работы групповой. Арт-терапия мы подключаем и так далее. На открытии лагерной смены дети показали свои таланты в рисовании и художественной самодеятельности. Здесь была и театральная постановка сказки «Репка», флэш-мобы, конкурс «Тенгазет», а также современные и национальные танцы. На открытии лагерной смены ребят поприветствовали участники проекта «Академия детства» в Карачаево-Черкесии. Хочу отдельно сказать спасибо фонду защитников отечества, телеканалу «Архиз-24». Конечно, Министерство образования и науки не осталось в стороне. И вот благодаря нашим общим усилиям такая смена сегодня, специальная смена, как «Академия детства», она реализуется. Этот проект в нашей регионе пилотный, но я надеюсь, что он станет традиционным. Всем ребятам были вручены в подарок канцелярские наборы. Впереди интересное занятие и незабываемый летний отдых. Али Баташев, Анастасия Лой, Вести, Карачаево-Черкесия, Прикубанский район. Зимой здесь можно кататься на горных лыжах и коньках, ездить на снегоходах. А лето – пара пешего, туризма, рафтинга, джиппинга, катания на горных велосипедах и дикого отдыха с палатками. Всё это о нём, о Домбае, о впечатлениях туристах и известном на всю страну курорте в репортаже Аллы Качиевой. Отправиться в джиппинг и альпинистский тур, посмотреть водопады и ущелья, покататься на канатках и квадроциклах, совершить экскурзию по Дибердинскому национальному парку, погулять по субальпийским лугам, совершить конную прогулку по долинам и лесам, покорить вершину горы с высотой в 3000 метров над уровнем моря. Путешествие на Домбае летом – прекрасная идея, особенно для тех, кто любит природу. Ведь главные достопримечательности курорта – горы, ущелья, реки, водопады, леса и луга. О Домбае можно только недосказать. Домбае имеет уникальные горы, уникальный ландшафт, уникальные растения. Даже на территории Карачаева-Черкесии нет такого уголка, который защищён и так прекрасен. Зимний Домбае и летний Домбае – это совершенно два разных Домбае. Я больше всего люблю именно этот посёлок, где можно надышаться чистым воздухом, отдохнуть и морально, и физически. Туристы тянутся в Домбае отовсюду. Причём насыщенную программу для семейного отдыха здесь можно составить как в зимнем, так и в летнем сезоне. Не первый раз, но стараемся часто бывать, потому что места очень красивые, места вдохновляющие. И всегда природа манит, привлекает к себе, тем более Домбай. А скажите, тем более вы приезжаете, горнолыжный спорт вас не интересует? Ну, зимой нет, горнолыжный спорт нет, но вот просто посмотреть, подышать, то да, да, с удовольствием всегда. Это всё любимый наш Кавказ, наши горы, наша природа. Поэтому это, я считаю, что мы как… это большое достояние, чем мы владеем и где мы бываем, где мы живём. Это надо беречь, ценить. Это здорово, это классно. Домбай – это поистине симфония вкусов, звуков, запахов и ощущений. Ты приезжаешь в этот край, и частичка курорта навсегда поселяется в твоём сердце. У местных жителей тут иной образ жизни, иной темп, свои ценности, своё наследие. Здесь повсюду ощущается мощь, всё созвучно ритмам природы этих мест. Вдыхая чистейший воздух Домбая, которым невозможно надышаться, здесь можно прикоснуться к живой природе и обрести потерянную гармонию. Всё очень понравилось. Особенно? Вообще всё понравилось. Мы были позавчера на Эльбрусе, то есть нам менее понравилось, нам честь здесь. То есть тут более пейзажи такие красивые. Вот, и канатка тоже интересная, но вообще красивые пейзажи очень. А тебе что понравилось? Мне понравились канатки, что там открытое, петерочек, прохладно. Вот хорошо прям природа чувствуется. А из еды что вам понравилось? Ну, первый раз пробовали хачипы или как мне назвали? Хачипы. Вот, да. То есть национально, видать, ваше блюдо, то есть вот очень даже вкусное. Алла Качиева, Лебостанов Олег Молхожев, Вести Карачева, Черкесия, Домбай. В большой прокат выходит фильм «За Палыча» при участии телеканала «Россия». Трогательный, смешной и очень честный фильм о вечных ценностях и связи между поколениями. Комедия «За Палыча» — это история о том, как важна семья. Главный герой — дерзкий мажор, уверенный в своей полной безнаказанности. Он попадает в армию, откуда возвращается со всем другим человеком. К деду, у которого собираются отобрать дом. Сможет ли внук вступиться за Палыча, можно узнать из фильма. За Палыча уже во всех кинотеатрах страны. На этом субботний выпуск «Вестей» подошел к концу. Приятных вам выходных и всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин